10-ти раундовый бой за титул чемпиона WBA Asia и вакантный титул WBA Intercontinental в легком весе до 61,2 кг. Внимание на экран! У меня есть цель, я хочу стать чемпионом мира в своем весе, в своей категории. Я родился в городе Москве, вырос в Москве и мне всегда нравилось драться. Я тренировался с профессионалами, я смотрел на них и мне хотелось стать таким же, как и они. Я даже в школу не ходил, ходил на тренировки. Да, прогулял в школу и ехал на тренировки. Знаете, меня ругали родители, конечно, но мне было все равно, потому что я любил этот спорт. Я первый профессиональный бой провел на Красной площади. Это был 2010 год. Я выиграл этот бой. Их надо ощутить на себе, эти эмоции, когда вот ты выигрываешь и ты готовишься к этому бою, ты проходишь и ты знаешь, что человек с тобой на уровне, да, и ты когда его перешагиваешь, такие эмоции, ну, нельзя, ну, в общем, все нормально было. Сейчас такое поколение, что нужно, мне кажется, объяснять детям, и как вообще жить, и что нужно делать, и чем нужно заниматься. У меня у самого дочка, поэтому я всегда дочке объясняю, что правильно, что неправильно, что хорошо, что такое плохо. И она смотрит на меня и тоже одевает перчатки, тоже, да, я ей держу лапы, там, такие моменты тренирую, там, и папа тренирую, там. Конечно, она будет заниматься бортом, я всегда поддержу ее, в любом выборе. Уважаемые друзья, вот мы и подошли к со-главному событию сегодняшнего вечера. Это весовая категория до 61,2 килограмма. И первый в ринг приглашается боец из Колумбии, город Тоула, Дайнери Берио, Дайнер Берио. Бой будет за титул чемпиона WBO Intercontinental из WBA Asia. Очень, конечно же, серьезный боксер Дайнер Берио. Ему 26 лет, его послужной список 20 побед, ни одного поражения, одна ничья. Ну а в красный угол ринга приглашается боец, представляющий Россию, это Павел Маликов. Боец из города Люберцы, боец, на счету которого 12 побед, ноль поражений, ноль ничьих, пять из которых досрочные. 31 год Павлу. Свою профессиональную карьеру он начал в 2010 году. Ну и в этом году это уже третий поединок у Павла Маликова. Двигается со своей командой Павел к рингу. Ну и вот мы видим, находится он уже в ринге. Дамы и господа, представляю вам судейскую бригаду титульного поединка. Боковые судьи. Матео Мантелло, Италия. Дмитрий Болдырев, Россия. Бен Сейковач, Венгрия. Супервайзер WBA. Сергей Хурсанов, Россия. Супервайзер WBO Иштванковач, Венгрия. Супервайзер Федерации бокса России. Кирилл Щекутиев, Россия. Представляю вам соперников. В синем углу. Боец из города Атолу, Колумбия. Ему 26 лет. Рост 169 сантиметров. Вес на взвешивании 60 килограмм 900 грамм. Профессиональный рекорд. 21 бой. 20 побед. 11 нокаутом. Одна ничья. Незнающий пораженный чемпион Колумбии по боксу. Дейнер Монстро Берио. Его соперник в красном углу. Боец из города Люберцы, Россия. Ему 31 год. Рост 168 сантиметров. Вес 61 килограмм 100 грамм. Профессиональный рекорд. 12 боев. 12 побед. 5 нокаутом. 13 номер в рейтинге WBA. 8 номер в рейтинге IBF. Экс-чемпион WBC Азиан. Чемпион WBA Азия. Павел Малико. Павел Малико. Ну что ж, послужные списки и профайлы бойцов на ваших экранах у нас. Готовы. Такой прям, ну даже не проспект Клэш, а скорее контендер проспект Клэш. Два небитых боксера. Дрались они, кстати говоря, в одном шоу в прошлый раз. Тогда был очень тяжелый бой у Малико с Егонцем Дейки Канеко, а соответственно Дейнер Берио перебоксировал Рустама Нугаева, между прочим. А это заявление, потому что Рустам Нугаев в свое время испортил ни одному боксеру безупречный послужной список. Итак, легко различать боксеров. Берио темнокожий, агрессивный, в черных перчатках, в бело-синих трусах. И Павел Маликов резкий, в темных трусах, в красных перчатках. Настоящий воин, несмотря на то, что у Павла, так скажем, не стопроцентное соотношение побед нокаутом. Ударь у него есть. Дейки Канеко не даст соврать. Так что смотрим. У Перио на 20 побед, 11 побед нокаутом. Удар, в принципе, тоже есть, но может он и поиграть. Может и побоксировать. Вот, смотрите, хорошая ручная скорость от Маликова мы только что увидели. Несколько боковых ударов он выбросил, и они достигли цели. Мы помним Берио по поединку против Рустама Нугаева, и достаточно такой на грани фола работающий боец, где-то может сработать немножко и грязновато, поддавить в клинчик, надавить, там, такой боец. Особенно он любит, когда соперник стоит перед ним, просто выбрасывает туда, как Рустам Нугаев. Павел Маликов не такой. Мы видим, что он двигается на ногах. Постоянно смещается. Нужно отметить, кстати говоря, что у Павла Маликова опасная атака от Берио. Вы слышите зычный голос Дениса Лебедева, который подбадривает Павла Маликова. Вот смотрите, отвечает очень опасно Берио, и здесь действительно застаиваться-то лишний раз не надо. Павла Маликова новый тренер, хотел бы сказать. Хорошо сейчас попадает передней рукой, и тут же добавил крюк по туловищу Павел. Вот выбрасывает сейчас джеб Павел Маликов. Берио взял паузу, просто хочет подойти поближе и врезать. Ну, не так-то это просто сделать. Вот нужно смещаться. Хорошо по корпусу попадает сейчас Маликов. И смотрите, накатывает вторым тэпом Павел. Другое дело, что не успевает уйти после своей атаки. Ну вот, останется ли в центре лебедника Павел Маликов? Вот вопрос. Удастся ли ему укрепиться? И не будет ли он сжаться к канатам? В принципе, да, в центре хорошо получается. Ну и Берио не дурак поразмениваться. Он тоже ищет здесь шанс. Первый раунд позади. Павел Маликов. Убилёный раунд позади. Фоня ищет здесь шансы. не забывайте, что мы будем играть мы будем играть вторая игра второй раунд дорогие друзья павел маликов дейнер берем бой в легком весе весовая категория до 60 килограмма 200 граммов два пояса на кану до вбеков интерконтинентал и дабы и пейджа пошел вперед пока без ударов просто нависает колумбийский боксер дейнер берем и на ногах работает павел маленький сейчас на гонку пролетел такой полу свинг полукрюк от берет здесь чуть-чуть не достал убийца нельзя нельзя стоять перед берем хорошо с ассоциатива главы боковой от маликова мы видели боевые действия по скорости не успевает всегда за своей за атаками своего соперника колумбийц вот он мне чем-то сейчас начинает напоминать аргентинца которого мы видели в поединке с егенем чурокова ах пропускает сейчас маленько в тяжелый удар слева боковой встречает павел дейнера джебом его здесь опасно попадает красава бросает справа период этот оверхэнд вы смотрите дает время маленького берем на разбудке то чтобы подготовить какие-то действия он не прессингует он просто стоит и ждет ждет чтобы внимательно время от времени вот так вот размашисто бросает ну и обостряет на ближней дистанции настроен колумбиец на то чтобы подраться на средней дистанции как минимум думаю что фехтование джебами мы здесь не увидим вот такими скоростными атаками павла маленького тем более которые он маскирует за своими финтами не успевает сейчас колумбийц но есть есть время у павла хорошо попал и бюджете но то что нужно хорошо здесь чуть-чуть не достал вот опасный апперкот но успел сблокировать его маленького а а так на мой взгляд все таки малик получено надо их начать значительно значительно этим пользоваться гораздо мобиль мобильнее павел зато не заставить не заставить не заставить не заставить не заставить но только как дейнер выходит да на свою дистанцию он бьет шанско а ты как широко устали да для того чтобы хорошо упереться на ногах и мощно ударить а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо начал третий раунд Павел Маликов Несколько боковых В его исполнении Решил показать Ручную скорость Павел Пережидает все за блоком Дейнер Беррио Гораздо активнее Маликов Начал третий раунд Все в принципе правильно он делает Большое количество ударов он выбрасывает Не дает готовить вот эти мощные удары Он своему сопернику А Дейнер Беррио заряжен Планирует попасть Вот сейчас смотрите подошел и начал бить Ну у Дейнера Беррио все просто подойти и врезать Или дождаться когда подойдут и тогда врезать То есть он сам так как бы ситуацию не создает Он ждет ошибки Павла Маликова При случае встретить Вот пожалуйста вот так вот обрезается колумбийц Но успел вернуться Малик Нужно раздергивать колумбийца И психологически его тоже выматывать Лишать уверенности в своем ударе Вот опасно Клинч здесь не помешал Бокс Пошел Вперед Дейнер Беррио Неужели Встречает его Маликов Но удары пока приходится на защиту Большие-большие паузы Действия него здесь промазал Колумбийц Но вторым темпом пытается накатить и не верстать У нас остановка И мы видим да проблему со шнурками на боксерках Развязали шнурки на боксерках Отойдите оттуда Дениса Лебедева вы сейчас слышали дорогие друзья Которые Призывают чаще проваливать Советы Павла Маликова Переживает Болеет здесь недалеко Здесь много кто болеет Не только рядом с рингом Здесь зал Начал за финты прятать свои атаки Павел И заметьте насколько Не успевает за этим Беррио Беррио практически сам никогда не начинает атаки Ждет Ждет Весь бой так собственно Вот жесткий удар от Беррио Аккуратно здесь нужно Павлу Маликову Конец раунда Вот чуть-чуть не достал Павел Маликов успел увернуться Беррио от этой атаки А вот смотрите Пожалуйста Начал работать корпусом И колумбиец Показывает что тоже умеет Раунд Павел Маликова Павел Маликова Четвертый раунд Поединок между Павлом Маликовым И Демером Беррио Мы смотрим Павел Маликов Российский боксер И колумбиец Демер Беррио Ну и пока такой Очень-очень близкий поединок Ну как Чили Где-то Беррио на самом деле Не просто Далеко не просто Он соображает то Что делает в ринге И очень терпелив Очень хладнокровен И так просто на финты Он поведется И смотрите Достал Маликова Справа Очень опасно Он бьет вот этот Свой правый крюк Вот здесь потеря равновесия Ничего здесь не было Джебом пытается Отогнать колумбийца Павел Маликов Вот Джеб пока в защиту Вот здесь в лоб пришелся Скользко Он ждет Он ждет Он ждет Джеб 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 Постоянно работает Джебом Павел Маликов Все правильно Все правильно Очень-очень много делает Он передней рукой Но Павел Маликов Всегда очень большое количество Объема работы делает Передней рукой Но сегодня приходится Ему делать Постоянно выбрасывать Эти удары Мы видим Что никуда не спешит колумбиец Он ждет момента Чтобы Дождаться И провести атаку Как сейчас Причем практически В каждый удар Вкладывается Мы видим Что осознанно проваливает Береву Чувствует дистанцию Сейчас сделает Маликов Успевает увернуться От мощного Правого бокового Который выбросил Павел Непростой бой Для Павла Маликова Назначен А вот смотрите Справа достает Берева По корпусу Пошел вперед Калубин Здесь провалился И все закончилось Клинчем Ничего еще не ясно В этом боевике Береву Еще не ясно Жеб от Маликова Продолжает Продолжает Нагружать Передней рукой Своего соперника Павел Больше активных действий И больше ударов Наверное В равном поединке Но никуда не торопится И Берева Скажем так Промазали Просвистели два крюка Справа с обоих сторон Обмен джебом И вот попытался Перехватить атаку Дэйн Эрперио Но Не судьба Продолжает А у нас пятый раунд. Тем временем к экватору подходит очень непростой конкурентный поединок. И решил обострить вначале Павел Маликов, но как будто колумбиец был к этому готов. Джеб в защиту. Нужны обводящие удары. Вот последовал совет сменить тактику Павла Маликова от Дениса Лебедева. Ну вот вроде бы начал Маликов втянуть Берева на себя. Но Берева не сильно и провоцируется на это. Он, смотрите, он перекрыт, он так аккуратно-аккуратно подбирается. И, смотрите, подобрался и тут же проводит комбинацию. Вот здесь вот, вот что нужно было делать. Обводящие удары справа на бот блока. Немножко усупил Павел Маликова за счет вот этой бередней руки. И выбросил этот крюк. Нужны эти двойки и крюки. Прикормил, прикормил так джебом вот Барева. Вот еще раз хорошо туда же. Здесь, в принципе, можно ловить справами навстречу вперед. Вот, Берева встал и дождался. Ого, с другой стороны. Он тоже хочет подойти поближе. Здесь неплохо отзащищался Маликов подстанет. Ленчев. Вот хорошо справа попадает Маликов. Хорошая серия работа от Маликова. Павел Малик попал в заключительный правый боковой. Ну, смотрите, отвечает Берева, жестко отвечает. Ну, вот, хочется, да, больше работы ног от Павла Маликова. Попал Павел справа мне показалось. И отвечает сейчас Берева. Берева размашистый парень, в принципе, его можно ловить на этом. Ну, удары, да, наверное, тяжелые, но размашистые. Взяли бойцы паузу. Только обозначил же Павел Маликов. А вот теперь не обозначил, но пропустил в ответ справа, правда. Вот как хочет ударить колумбиеца-то. Какие крюки он выбрасывает. Так, размен. Ну, вот, кстати, размен, наверное, у Маликову не очень нужен. Так, у нас тут слегка закипели страсти. Ну, я думаю, они быстро успокоятся. Шестой раунд. Шестой раунд. Павел Маликов. Дэниор Берева. Опять начинает Маликов очень активно. Шестой раунд. В пятом раунде он бил, в общем-то, почище. И неплохо смотрелся. Пытается сейчас Павел раздергивать колумбийца. Колумбийца очень терпелив, хладнокровен. Тем не менее можно его ловить на удар. Вот хорошо сейчас чувствовал Маликов. Павел справа. Очень много такой тактической борьбы здесь. Отвечает Берева. Хороший эпизод, мне показалось, для Павла. Но пропустил вот здесь ненужный лево-боковой. Не было здесь гауна, естественно. Да, потеря равновесия. Босс! Босс работает, работает. Опять начинают атаки. Подходит с джебом Павел Маликов. Подходит вот здесь хорошо сейчас. Берева продолжает стоять тут, на ногах. Подкрадывается, да. Крадется, крадется в широкой стойке он за своим соперником. Вот да, Маликов сейчас хорошо. Павел сейчас от Павла. Еще один туда же. Вот, открылся Берева и здесь можно его ловить. О, какие удары сам наносит. О, жесткие, жесткие удары. Размашистый колумбиец. Не можно здесь его, в принципе, ловить, найти удары. Но удары, если посмотреть куда. Опять джеб от Павла Маликова. Поджимает он колумбийцев канат. Практически полностью сконцентрировался Дейнер на голове своего соперника. Практически не выбрасывает он удары по туловищу. И Павел Маликов что-то перестал бить по туловищу. Оба-оба охотятся за головой. Два хэдхантера у нас в шестом раунде. А вот и джеб от колумбийцев. Чего себе. Хорошее попадание. Хорошо, хорошо, болтанул. Да. Болтанул Маликов. Колумбийцев. Это очень успешный момент. Надо забивать, надо добивать, надо добивать. Павел, продолжай, продолжай наседать. Нельзя отпускать колумбийца. Нельзя отпускать, иначе шансом другого быть не может. Да, да, да. Подплывает, подплывает колумбийца, клинчует. Но все правильно для себя делает. Есть еще время, есть еще время. И на корпус переводит Маликов. Держится, держится. Из последних сил колумбийцев держится. Есть еще время. Есть еще время у Маликова. Есть еще и силы. Колумбиец просто в прострации находится. Снова хорошая атака от Павла. По корпусу. Как он держит эти удары? Стоп! Стоп! Ну, какой-то практически Найджел Бен колумбийский. Окей. Стойкий. Стойкий, стойкий. Очень стойкий колумбиец. Он, мне кажется, может быть, Павел вымахался тоже уже. И вот видите, подгонку успел выбросить на встречу колумбиец. Раунд. Раунд мощный. Прекрасный раунд для Павла. Ну, что ж у нас сейчас начнется седьмой раунд. И главное, как успел остановиться Дэйнер Берилл после той трепки. Посмотрите, начинает Павел Маликов. Начинает Павел Маликов очень жутко. В конце шестого раунда был на грани тяжелого нокдауна Дейнер Берева. Расшево, бот-блок, апперкоты, левый боковой по корпусу. Вот сильная работа, то, чего очень хотелось увидеть на самом деле. Голубий сейчас будет выигрывать время. Он будет пытаться восстановиться за раунд. Он сейчас не будет активно работать. По крайней мере, в первой половине. Но, может быть, попытается встретить одиночный удар. Подсказывают из угла Павлу, чтобы он больше работал, меньше давал возможности восстанавливаться своему сопернику. Но нужно поджимать колубийца, нужно нагружать его. Это понятно, чтобы... И чувствуется, что так немножко подзаметился Дейнер. Кто бы ни подзаметился после такой тревки. Да, после такой взбучки. Вот здесь по корпусу. Вот эти паузы, которые Павел берет, естественно, они на руку Дейнеру. Он по ходу раунда приходит в себя. Вы слышите, как публика реагирует на происходящее, подбадривает Павла Маликова. Вот так, пока у нас, на удивление, седьмой раунд на тикой волне. Но, кто знает, еще минута с лишним есть. Мы видим сконцентрированный, внимательный колубийц. Он готов встретить своего соперника и не рискует Павел. Но, может быть, тут нельзя бросаться, сломя голову вперед. Может быть, даже где-то подвыдухался, Паша. Он действительно не рискует. Напоминает мне эту ситуацию, когда задал трепку Магомед Курбанов японскому боксеру. И в следующем раунде очень аккуратно отработал. Ну и посмотри, коллега, задвигался на ногах Беррио, что, в принципе, от него до этого мы не видели. Этот колубийц полон сюрпризов. Хорошее попадание снова от Павла, но выдержал этот удар Беррио. Нужно продолжать, продолжать. Продолжать наращивать темп Павлу. Вот эти паузы, они на руку колумбийцу. Нужно продолжать наращивать темпу. Павлу Малику. Вот, неплохо. О, смотрите, просыпается, просыпается колумбийц с размашистыми свингами. И вот, смотрите, задвигался и чуть-чуть промазал здесь Павел Малик. Ну, вот если колумбийц этот раунд отбегается, кто знает, как он в восьмом раунде ответит. Опустил низко руки колумбийц и будет бить от бедра, видимо, хлесткий мощный удар. Что, в принципе, он и делает, Ась. Раунд позади. Ждем. Раунд позади. Павел Маликов, Дейнер, Берио, очень напряженный. Хорошо, левая заканчивается. И зрелищный поединок мы с вами смотрим, особенно во второй половине боя. Да, если где-то до пятого раунда был достаточно близкий поединок, то потом, мне кажется, было два очень успешных раунда для Павла Маликова. Особенно шестой. Но смог прийти в себя после трепки в конце шестого раунда Дейнер Берио. Отработал в седьмом. Раунд, наверное, скорее проиграл, чем выиграл. Но, тем не менее, он здесь, судя по всему, еще готов преподнести не один сюрприз Павлу Маликову. По ходу поединка. Здесь не достал Павел. Стел уклонится Дейнер. Ждет. Берио ждет, чтобы выбросить свой мощный хлесткий удар навстречу. Специально берет эти паузы. Давай поработать Маликову, чтобы между паузами вонзить свой удар. Поэтому нужно быть очень аккуратным. А вот и размашистый свинк. Пришел взорваться на ближней дистанции. Берио. Да, действительно, подпришел он немножко в себя. И готов, готов снова так обострить на ближней дистанции. Перестал, мы видим, двигаться на ногах. Пятится. Собран, прикрыт. Вот апперкот напрашивается здесь на самом деле. Не стал его бить Павел. Хорошо, ответственно. Встречу я. Давай, давай, Дейнер, Дейнер, Дейнер. Но вполне возможно и после тех ударов, которые пропустил и принял на себя Дэниел Берио, возможно, немножко и просел он функционально. Поэтому и берет такие длительные паузы. С другой стороны, смотрите, Маликов не особо этими паузами пока пользуется. Вот сейчас попал хорошо. Нужно добавлять правый боковой, мне кажется. Хорошо. А вот левый боковой. Хорошо попадает правым кроссом Маликов. И еще один. И размен. Ну, здесь шансы и того, и другого. Меньше минуты остается до конца восьмого раунда. О, хороший апперкот, да. То, что, собственно, и просилось. Здесь принимает на защиту размашистые удары колумбийца Павел Маликов. Бой практически начал идти сейчас на средней дистанции. Снова попытка ответа справа после удара слева от Павла. Но видит, видит это уже атаку. Беррио. Ничего не делает колумбиец, ждет. Хорошая комбинация от Павла. Ну вот он хочет просто воткнуть навстречу мощный удар. Рассчитывать на одиночные удары. Нацелен на один такой мощный акцентированный удар. Он сейчас попытался контратаковать. Беррио и Раун. Беррио и Раун. Беррио и Раун. Девятый раунд у нас. И пошел снова девятый раунд. Начинается с атаки Павла Маликова. Но сейчас колумбиец будет копить и ждать, копить силы. И ждать момента, чтобы вонзить удар навстречу мощный. Мы видим, да, что он мало-мало работает сейчас. Возможно, что действительно просел функционально. И ждет, просто ждет. Вряд ли мы увидим какой-то многоударный взрыв от колумбийца. Но вот он будет ждать момента, чтобы все правильно делает Павел для себя. Да, нужна активность. Но ведь на ногах начал ближе находиться Павел. Павел сейчас Павел. В общем, колумбиец дает подойти поближе. Никаких там джимов мы не видим. Да, и большую часть ударов принимает на блок. А вот опасно попадает сейчас колумбиец. И еще одна попытка, да, забросит эту бомбу справа. Вот на что копил силы Дейнер Берева. Ошибся насчет взрывов. Взрывы здесь происходят все время. Отвечает бокалу Маликова. Чуть-чуть подвосстановился после предыдущего раунда колумбиец. Накопил немножко силы. Чувствует, что может обострить. Но восьмой и седьмой он так прогулял просто. Позволил ему Маликова это сделать, если честно. Требовалось, видимо, восстановиться немного. Вот хорошо. Апа! Это нокдаун у нас, друзья. Все-таки шанс свой использовал Дейнер Берева. Отправил в нокдаун. Мне показалось, что это была потеря равновесия. Потеря равновесия? Надо посмотреть повтор. Мне вот с этого ракурса не было видно. Я показал, что немножко столкнул он. Тут стоял. Ну, продолжается поединок. Я думаю, что нам покажут еще повторы. Но нокдаун ни в коем случае не должен обескураживать Павла Маликова. Для Берева, да, это хорошо. У него появляются, может быть, такие психологические какие-то преимущества. Вот смотрите, полетел вперед сразу Берева. И мы видим прямо рубку, рубку в рубку в ринге. Мощную рубку. Другое дело, что сумбура многовато. Удары размашены. Очень-очень-очень опасные удары. Сейчас выбросил колумбийц. Ну, защитился Павел. Опять тянет Берева на себя Павла Маликова. И ждет момента, чтобы взорваться мощным ударом навстречу. Вот как сейчас здесь не достает. Идет вперед Маликов. Заканчивается 9-й раунд. Иногда вспоминает про джефф Тейнер Берева. Начал даже позволять поиграть Берева. Попадает хорошо сейчас справа Маликов. Будет ли обострять под самую концовку Павел? Нет. Нас ждет финальный 10-й раунд. 10-й раунд. Попаляй, попаляй, попаляй. Попаляй, попаляй. Пожалуйста, стилизь, Павел. Последний раунд пожать руки. Шанхэйц. Шанхэйц. Уважаемые друзья, у нас заключительный 10-й раунд. И сейчас на повторах нам показывали тот эпизод, после которого вылажали. Не было удара и нокдаун абсолютно неправомощный, на мой взгляд. Повлияет ли это на ход поединка, на 10-й раунд? Ну и здесь нужно работать. И тому, и другому. Буду банален. Хорошо сбоку попадает Малико сейчас. Нужно больше выбрасывать и быть аккуратнее, Павел. И, наверное, в размены не лезть все-таки. Мало на что. Десятый раунд. И тут нужно показать, обострить немножко, конечно же, обоим бойцам. Да, тоже касается колумбийца. Вот ему, наверное, рубка и размена нужны. Мы видим, что все, пришел после шестого раунда в себя уже колумбийский боец. Да, он восстановился, он брал паузу и в данный момент снова пошел за соперником на ногах. Хорошо встречает Малико сейчас. Застыл колумбийц, да, и пропустил еще и по корпусу до куши. Старается он не дать пространство, перекрывается плотно, старается поближе максимально остаться. Снова готовит вот этот свой оверхенд. И смотрите, как хорошо встречает его Малико. Но колумбийц не смущен пропущенными ударами, он пытается наращивать темп. Копил, копил силы и накопил на десятый раунд. Вот молодец. Хорошо, правый вал от блока. То, что всегда нужно делать. На этой дистанции после джеба. И еще один хороший правый вал от блока, от Малико. В Екатеринбурге декабрь, может быть, слегка так подзаморозило колумбийца. Но вот сейчас просто ничего он не делает. И хорошо работает Малико. Но он наткнулся, пошел вперед и наткнулся колумбийц. Вот для чего как-нибудь силы. Берио, но увидел эти удары Малико в большей части сблокировал. Еще один хороший правый вал от блока в исполнении Павла. Пошел на обострение колумбийц. У нас минута с небольшим до конца раунда. Снова-снова пытается вот этими своими крюками. Но хорошо уходит Малико вот этих ударов. Берио видит, видит все Павел. Еще бы после провала добавлять, поклубить все. Это был бы вообще дельный вариант. Хорошую защиту показывает Павел Маликов сейчас. Вот хорошо, еще туда же. И еще молодец Павел Маликов. Еще джебом в конце попал. 30 секунд остается. Нужно работать Павлу Маликову. Ну и, соответственно, Дэнни Руберио тоже. Замерзать не стоит. Да, яркая концовка может повлиять на судейские записки. Идет вперед Маликов, начиная с джеба. Вот один из редких джебов от колумбийца. Мы сейчас увидели. Хорошо, справа крюковод блока. И у нас рубка в конце. Под концовку до оба бойца пошли на обострение. Рубят, рубят с обоих сторон. Не было. Вот здесь иногда он тоже не был на самом деле. Ох, эмоции, эмоции. Чем-то недоволен Маликов. Видимо, спровоцировал его Берио на вот такие эмоции. Берио делает вид, что я не понимаю, что происходит. Давайте успокоимся, говорит тренер Берио. Хотелось бы понять. Ну, провокатор. Колумбиец настоящий провокатор. Он нужно успокоиться в первую очередь сейчас на самом деле. Эмоции, 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 эмоции. Надо успокоиться. Давайте успокоимся и дождемся судейского решения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дочь. Дочку, дочку, дочку. Дочку. Дай передать. Вот сейчас. Вот, друзья, еще вас аплодисменты! Сейчас я поеду. Дочка. Дочка Павла вместе с папой в ринге. Ждем судейское решение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что ж, поздравляем Павла Маликова. Огромное поздравление Павлу Маликова. Раздельным решением судей он одерживает победу в очень-очень непростом поединке. В очень сложном, близком поединке, да. Поздравляем его и, конечно же, огромное уважение Дэнниру Берева, который заставил, серьезно заставил потрудиться Павла Маликова. Второй на протяжении десяти раундов оказывал такую высокую конкуренцию. Ну, я думаю, здесь без комментариев. Здесь все понятно. Да иди встань, Дэвид, сход. Да-да-да-да, сход. Ребят, на Даминоса смотрите тоже. Пока-пай назад на 8-й уши. Спасибо Заходу Panay. Молодец! Вот Минага вот сюда. Отойди пожалуйста. Спасибо за просмотр! 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 Спасибо!